В общих представлениях сложилось такое мнение, что вторглись в Америку горды испанцев, завоевали индейцев, быстро подчинили их себе. И что тут, собственно, удивительного? Ведь они использовали все достижения европейской цивилизации, тогда как индейцы не знали колеса. Вместе с тем, конкиста сущностно отличается от всех завоевательных походов предшествующих. Это, можно сказать, уникальное событие в истории человечества, не имевшее прецедентов. В чем состоит это отличие? Вспомним выражение Юлия Цезаря «Венни в виде витцы» – «пришел, увидел, победил». Главное отличие состоит как раз в этом глаголе «пришел». Если все предшествующие завоеватели знали, куда они идут, какие силы им будут противостоять по пути, как вооружен противник, то конкистадоры шли в неведомое, не зная, никуда они выйдут, никакие силы им будут противостоять по пути, и все время ожидая встречи с неожиданным. Собственно, конкиста в этом смысле, вздумаемся, что стоит за вот этим словом «пришел» – это сначала двух-трехмесячный путь на кораблях, набитых людьми, с котом, с карбом, оружием. Затем огромные, иногда, огромные переходы по сельве, через пустыни, горы. И на этом пути многокилометровым погибало подчас больше людей, чем в стычках с индейцами. Если Кортесу до Мексики предстояло пройти всего-то 600 километров, то Гонсало Хименес де Кесада, чтобы покорить страну Муисков, прошел полторы тысячи километров, и путь его занял полтора года. А Альмагра, который покорял Чили, прошел в обе стороны пять тысяч километров. И примеры эти можно множить и множить. Собственно, Конкиста оказалась неразрывно связана с географическим открытием. И поэтому имена конкистадоров, таких как Песар, Кортеса, Альмагра и многих других, вписаны в историю географии и фигурируют наряду со славными именами Колумба, Васка-де-Гамы и других. В массовых представлениях о Конкисте не учитывается еще один важный аспект, а именно колонизаторский. Основная задача Конкистадора состояла в том, чтобы колонизовать эту землю, то есть построить ряд городов-поселений. И без этого колонизаторского аспекта Конкиста была бы невозможна. Собственно, официальная формулировка и предписывала Конкистадорам конкистар и повлар, то есть завоевать и заселить. И без этого заселения Конкиста просто не состоялось бы. Третий важнейший аспект Конкисты – христианизация индейцев. Собственно, официальная идеология объявляла христианизацию самым главным, главной целью Конкисты. Вот, собственно, основные три задачи, которые стояло перед Конкистой. Открытие земли, завоевание, колонизация... Для того, чтобы понять чудо, так сказать, этой Конкисты, надо посмотреть, посмотрим, в какие сроки она уложилась. Обычно, говорится, Конкиста – XVI век. То есть создается впечатление, будто бы Конкиста заняла целый век. На самом деле, в истории Конкиста можно выделить три периода. Первый, так сказать, предконкиста, который начинается в 1393 году, когда Колумб привел 17 кораблей и полторы тысячи людей на открытый им остров Испаньола уже с колонизаторскими целями. И вторая дата – 1519 год, когда началась экспедиция Кортеса. Собственно, это период еще... Это нельзя еще в полной мере назвать Конкистой, потому что не те расстояния и не те аборигены. Что касается аборигенов, то это были обнаженные, так сказать, полудикари, при которых и всякие стычки с ними превращались просто в избегение младенцев. Собственно, период Конкисты, грандиозный материковый Конкисты, начинается в 1519 году, в 1519 году, с экспедиции Кортеса. Фактически, я не могу перечислять все события этого периода, но практически к Конкисту в Северной Америке, можно сказать, завершилась в 1546 году с падением городов Майя. То есть на Конкисту в Северной Америке ушло где-то 27 лет. Что касается Южной Америки, то Конкиста Южной Америки началась в 1529 году и, можно сказать, завершилась где-то к середине 50-х годов. Условной датой можно назвать 1556 год, когда само слово «конкиста» было изъято из официального лексикона и запрещено. Изъято потому, что просто завоевывать, в общем-то, стало некого. Тут надо сделать, конечно, оговорки, что еще оставались незавоеванные племена, какие-то белые пятна на континенте, но в целом вот за эти 35 лет Конкиста свершилась окончательно и бесповоротно. Попробуем окинуть взором результаты Конкисты. Что касается завоеваний, все четыре высокоразвитых народа Америки, Ацтеки, Майя, Чипчемуиски и Инки, все поставлены на колени, города их разрушены, перекроены по европейскому регламенту. Что касается исследовательского аспекта, результаты поистине ошеломительны. Исследованы территорией площадью 20 миллионов квадратных километров, открыты горы, горные цепи, пустыни, равнины, великие реки и так далее. Что касается колонизаторского аспекта, результаты тоже потрясают. Фактически все будущие столицы будущих латиноамериканских государств и все крупные города, все они основаны за эти 35 лет. Наконец, в деле христианизации индейцев результаты тоже ошеломляют. Миллионы индейцев приведены в христианскую веру. Казалось бы, для выполнения этих задач нужна действительно прорва какая-то народу. Почему и сложилось вот это представление об ордах испанцах, которые вторглись в Америку. На самом деле мы можем судить о том, какое количество народу эмигрировало в Америку в это время. У нас есть один очень хороший источник. Это списки пассажиров, отправлявшихся в Америку. Дело в том, что в то время нельзя было любому попасть, отправиться в экспедицию в Новый Свет. Составлялись списки, он проходил собеседование и так далее. И эти списки сохранились в архивах. Хотя они не полны, но они дают основу для вычислений. Так вот, в результате этих вычислений, которые я произвел, я могу назвать цифру, за этот период, то есть с открытия Америки и до 1956 года, в Америку эмигрировало где-то около 80 тысяч человек. Представьте себе, 80 тысяч человек на эти неизмеримые земли. Понятное дело, что среди них, собственно, конкистадоров было намного меньше, потому что эмигрировало много людей, мирных профессий, женщин, священнослужителей, и, собственно, колонистов. Так вот, подсчеты, сделанные мною, показывают, что по Северной Америке, в завоевании Северной Америки, участвовало где-то 4,5 тысячи человек, по Южной Америке около 6 тысяч человек. То есть в любом случае, их было меньше, чем воинов в одной дивизии. Вот почему, собственно, мы можем говорить о конкисте как о совершенно необыкновенном, чудесном событии. Возникает вопрос, да как же это было возможно вот так столь малыми силами выполнить вот эти грандиозные задачи, покорить эти два практически материка. Сами, между прочим, испанцы воспринимали это как чудо. Европейцы говорили в то время, Бог стал испанцем. Ну, понятно, что такого типа объяснения не могут нас удовлетворить, поэтому рискнув все-таки выдвинуть некие гипотезы. Первый источник вот этой... Понятно, что конкиста совершена не богами, а людьми. И главное, это фантастическая, колоссальная энергия этих людей, конкистадоров. Откуда взялась эта энергия? Первый источник этой энергии – это, несомненно, время, переходная эпоха от средних веков к новому времени. Тут важно подчеркнуть один очень важный момент. Средневековое общество было иерархичным. Оно строилось на принципе «всяк сверчок, зная свой шесток». Америка позволила сломать этот иерархизм, позволила людям очень круто изменить свою жизнь к лучшему. Собственно, пространство – вот второй источник энергии конкистадора. Когда неграмотный свинопас Писара становится маркизом и владельцем территории, превышающей Испанию, естественно, каким вдохновляющим примером это служило. Наконец, третий источник энергии конкистадоров – это сами формы организации конкисты. Конкиста была организована таким образом, что учитывало интересы и самих конкистадоров, и короля. Америку покоряли совершенно независимые друг от друга отряды во главе с генерал-капитанами. Предварительно этот генерал-капитан заключал договор с королем, и всегда начальным пунктом этого договора были слова «Все за ваш счет». Да, эти договоры заключались словами «Все на ваш счет, ни в чем мы не должны будем возместить ваши издержки». То есть конкистадор ставил на кон все, все свое состояние. Он вкладывал все свои деньги в это предприятие. Поэтому ему надо было хотя бы окупить это с процентами. Вот откуда берется, собственно, эта фантастическая энергия. Король же не рисковал ничем. Он за счет конкистадоров расширял свои владения, христианизировал индейцев, и фактически обе стороны не оставались на кладе. То есть фактически конкиста была организована на манер, скажем так, капиталистический манер. Отряды конкистадоров – это были как своего рода прообраз каких-то капиталистических компаний акционерских, куда каждый вкладывает свои деньги, надеясь возместить потраченное с процентами. Конкиста – это, наверное, первое крупнейшее событие в истории человечества, столь подробно документированное. Сохранились сотни, тысячи, десятки тысяч различных документов, хроник, реляции и так далее. Поэтому простор для исследования этого феномена необыкновенного огромный. Огромный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова